Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер, и я продолжаю выкручиваться из той ситуации, в которую я попал. Вы помните, я остался без интернета и без камеры. Камеру ладно, я сам отдал, а вот интернет не зря отключили. Ну, по ошибке произошло, уехали в Испанию, теперь я сижу тут, выкручиваюсь. Короче говоря, так, я, чтобы не сидеть без дела, я решил, я повторюсь еще, я решил заниматься натюрмортами. Натюрмортами не просто натюрмортами, а натюрмортами промышленными, я их называю WorkStyleLife. И для этого мне потребовалось много различных, как немцы говорят, унтерсилий или предметов для этого, и к счастью, у моего с датчика рядом каморка, в этой каморке полно всякого инструмента. Но мне новый, как бы, не нужен, но у него достаточно старого ржавого. Давайте вот посмотрим сейчас. Вот, видите, что мне удалось найти. Тут всякие молотки, тут ключи разные тоже. Потом есть старые ржавые замки и ключи тоже есть. есть куча разных стамесок, не говоря, аж в полном хламе, который тут валяется. Есть ножовки разные, есть такие странные инструменты, которые я тут не часто встречал, такие струбцины, из которых я уже сделал парочку натюрмортов. И куча ящиков. Посмотрим еще. Это интересно. Смотрите, вот ящики деревянные, вот ящик деревянных. Вот, вот, вот. То есть они все такие уже старые, потертые. это то, что нам как раз и надо. Здесь у меня сейчас стоит стол, верстак, которым я тоже уже вчера мы фотографировали. А тут небольшой натюрмортик. Сегодня я поеду еще приобрету несколько, две-три тонких пенопластовых пласта, чтобы вырезать в них различные габо, потому что мне надо это. Вот. С камерой я сегодня решу вопрос тем, что я куплю свои компьютерные камеры, которые выносные, конечно, но нужен удлинитель, USB-удлинитель, и я сейчас заеду в магазин, куплю и заодно еще поеду в Макдональдс. Там сказали, есть такая услуга, два часа можно пользоваться интернетом, но надо что-то заказать. Ну, заодно и по завтраку и делов-то, да? Все нормально. Поэтому как бы нас не пытались вышибить из седла, это им не удастся. И сегодня, если я смогу, я начну уже снимать дальше натюрморт. У меня в запасе где-то 12 дней, чтобы пока мои задчики на в Испании пузо греют, я бы успел здесь сделать ну, хотя бы 20, я планирую, натюрмортов, которые впоследствии пойдут на стопы. Итак, я сейчас уехал по приезду, мы с вами поговорим еще. Окей. Пока. Ну, что ж, дорогие друзья, съездил я по магазинам. Дело в том, что сегодня троица, вот так, немецкая, и завтра тоже все магазины закрыты, то есть мне не удалось вас подвезти поближе, придется так, руками махать и показывать. Короче говоря, я нынче решил сделать что-то новое, то есть, помимо того, что я сниму ножовки, я сегодня буду снимать, у меня их много, разных, видите, каких только нету, я чувствую, что моему с датчику досталось это еще наверное от отца. От всяких ржавые и хорошие, и лобзики, и чего только нет. Поэтому я решил сфотографировать это сегодня немножко необычно. Взял свой фон, потом такие маленькие палочки железные для рула делать. Поставил их сюда и напротив еще, чтобы можно было и большое вешать, и маленькие. То есть они в принципе держат. Делаю это просто для удобства, чтобы оно стояло, фотографировать буду так, а потом фотошоп и все попереворачиваю немножко, подсвечу еще. Ну и что касается света, вот просто два вот этих соутбокса проект Судьи, тебе тут место. Справа, слева просто освещение и добавлю еще бетидич. Ну давайте посмотрим с вами что у нас получилось. Получились вот такие снимки, но их мне почему-то больше нравится, если как бы она не так вот, а вот так висит она на крючке должна сделать. вот таким макаром ее сделаем, вот так. Даже не будем крючок убирать, пускай будет аутентично так будет. Так, и посмотрим в коррекции. Коррекция у нас чуть добавим темного и добавим светлого. Вот так отлично получилось. Итак, продолжим со всеми нашими пилами. И будет у нас еще коллекция таких вот пил. Этот можно так оставить. Единственное, что лобзик, да, я бы такой, чтобы нить эту провел, эту убрал, эту нить провел и поднял по части. Вот так. То же самое. То есть кое-где придется убрать лейблы. Где-то я видел здесь. Вот здесь допустим, Ну, вы знаете, с помощью заплатки это вообще никакой проблем не составляет. Берем заплатку, раз, обвели, передвинули вот сюда. Все. Остался красноватый оттенок, ничего страшного. Поправим еще. Вот так. То есть каждый из них посмотрим, что тут. У него какие проблемки есть. Тут никаких проблем. Просто каждый придется чуть-чуть корректировать. Так вот и вот так вот. В итоге получим хорошую коллекцию. Этот, наверное, мы оставим вот таким же образом. Чуть-чуть только изменим наклон. Здесь он как бы подместу. как будто тут и было правильно все. Ну и пожалуй все. следующий у меня будет на самом верстаке и на белом фоне. Но это уже не так интересно. Это оставим. .